Сотрудники патрульно-постовой службы ГУВД Ташкента нередко сталкиваются с ситуациями, когда необходимо без промедления принимать решение, оперативно приходить на помощь. И не просто по долгу службы, а потому что не могут поступить иначе. С таких стражей порядка должны брать пример их коллеги. На них должны равняться окружающие. 19 июня текущего года, примерно в 4 часа утра, в дежурную часть ГУВД столицы поступил звонок от юноши, который сообщил о том, что собирается сброситься с 9 этажа. После его заявления вся патрульно-постовая служба была поднята на ноги. Прибыв на место происшествия, на 17-й квартал Челанзарского района, мы посмотрели по сторонам, проверили все крыши многоэтажных домов и поняли, что парня здесь нет. Мы позвонили ему, расспросили, где он, что находится рядом. По данному им описанию, стало ясно, что юноша был на 20-м квартале. Патрулировавшие в ночную смену сотрудники ППС и инспектора профилактики незамедлительно прибыли к многоэтажным домам, расположенным на 20-м квартале Челанзара. Мы обнаружили парнишку, сидящим, свесив ноги, на краю крыши одной из 9-ти этажек. Одно лишнее движение, и он мог сорваться. Юноша, который и так находился в стрессовом состоянии, увидел внизу скопление патрульных машин. Испугался. Остальным экипажам пришлось припарковаться чуть дальше. Он просил, чтобы к нему поднялся человек в штатском. Я взял у прохожего верхнюю одежду. Переоделся и поднялся на крышу. Рядовой Санжар Ахмедов попытался наладить контакт с парнем, но тот ничего не хотел слушать и лишь повторял, что спрыгнет. Сотрудник, попав в сложную ситуацию, вспомнил, что когда-то работал учителем. До службы в органах внутренних дел я преподавал в школе. У меня были навыки работы с подростками. Как с ними надо разговаривать? Что они чувствуют? Все это я знал не понаслышке. Я пообещал помочь ему с работой и в решении других вопросов. Он доверился и подошел ко мне. Я его крепко обнял. Мы пообщались. Он по сути еще мальчишка. Рассказал, что родители в разводе. Отец уехал в Российскую Федерацию на заработки, а мать в Турцию. Подростком он приехал из области в столицу. Чтобы как-то прокормить себя, работал официантом. Снимал квартиру. Еле сводил концы с концами. Было нелегко. Он остался один на один со своими проблемами. Впал в депрессию. Признался, что хотел свести счеты с жизнью. Мы отговорили его от этой ужасной затеи. После парня доставили в ближайший отдел внутренних дел, где с ним провел беседу инспектор-психолог по вопросам несовершеннолетних отдела профилактики правонарушения Чаланзарского района. Ему оказали всестороннюю помощь. В настоящее время он находится под постоянным вниманием сотрудников. Санджар Ахмедов признался, что очень хочет помочь ему. Ведь юноша, поверив в сотрудника органов внутренних дел, одумался и готов наладить свою жизнь.